В какой момент литургии можно самому про себя, или читая по книжечке, молиться об умерших родственниках и о здравии ныне живущих? Есть такие сугубые моменты, когда именно эта молитва о ближних очень уместна. Прежде всего, это чтение третьего и шестого часов накануне Божественной Литургии. В это время уже записочки поданы, и священник в алтаре, совершая проскомидию, готовя сам Агнец на дискосе, та часть просфоры, которая будет приложена в тело Господне, вливая в чашу соединение святое, воду и вино. Из четвертой и пятой просфорки вынимает частицы, поминая живых и усопших православных христиан. И мы участвуем в этой проскомидии активно, не только тем, что подали записочки в алтарь. Иногда священнику помогают, когда этих записочек много, озвучивать эти имена алтарники, которые стоят рядом. Они являются каким-то критически важным. Лично ли сам священник прочитал это имя в записке и нарек очередную крошечку, вынутую малым копием из просфоры, о живых и усопших, в связи со скольжением своего взгляда по этим листкам. Что-то читают алтарники, так бывает и среди священников. Например, архиерей, еще вынимающий частицы во время пения херувимской песни, помянув тех, кого считает необходимым в этот момент, потом поминает и озвучивающих свои имена и прикладывающихся к его правому плечу священнослужителей, сослужащих ему, и тех, кто в алтаре помогает, помяни высокопреосвященнейший владыка, недостойного священномонаха Луку, и прикладываемся, таким образом озвучивая имя для архиерейского поминовения. Таким образом, вполне возможно и озвучивание имен, которые читает алтарник рядом с жертвенником. И сказать, что здесь тоже критически важен слух священника, нельзя, потому что Господь видит вашу записочку с момента ее появления. Господь слышит и в сердце молящихся, как непосредственно совершающего проскомидию священника, так и находящегося в алтаре или рядом с ним того алтарника, которого он уполномочил зачитывать эти записочки. Так вот, в это время, 3-го и 6-го часа совершения проскомидии, как раз уместно, находясь в храме, не витать мыслями семо и о вамо там и тут, а представляя имена дорогих себе людей, и живых, и усопших, участвовать в проскомидии не только тем, что вы записали имена, и какое-то пожертвование, опустили или не опустили, это не самое также главное в этом процессе, и я бы сказал, даже и не сильно взаимосвязанное, но во многих храмах существует какое-то установленное, рекомендованное пожертвование, которое как-то озвучивается или как-то отображено на условном листочке, но это не является делом неотложным. Пожертвование, которое вы пожелаете, вы можете принести всегда в храм, помня о том, что церковь живет на подаянии, это милостыня является законом выживания и священника, и поддержания благообразия храма и богослужения, но это вовсе не обязательно должно быть привязано к самому процессу написания, записки, подания, записки в алтарь. Таким образом, в это время уместно и своевременно, и самому, стоя в храме, поминать своих живых усопших близких. Кроме этого, к подобному деланию вас воодушевят ектении после чтения Евангелия, еще прежде отсылки оглашенных, то есть тех, кто еще не крещены, поэтому не будут принимать участие в Евхаристии, не будут причащаться к святых Христовых тайн, прежде в церкви надлежало таковым удалиться. Был такой порядок, что остаются уже после молитвы о живых и об усопших только те, кто верный, а значит принимают участие в причащении святых Христовых тайн. На каждой литургии, пишет святиль Феофан Затворник, священник всех призывает быть участниками этой бескровной жертвы, но, говорит, никто не идет, и в этом не замечают никакого недоразумения. Хотя священник зовет всех словами Господнями, «Приимите я, дите сие из тела мое, пите от нее всись, я из кровь моя», и уже выходя с чашей жизни, возглашает со страхом Божиим и верой «преступите», но вредились порядки евхаристической жизни христиан последних веков, особенно в XVIII-XIX веке это произошло, ну а в XX кровавом тут уж было не до выбора. Хорошо, что в XXI веке возобновляется практика частого участия в евхаристии, как сказал святейший патриарх Кирилл, по мере потребности всякий призван быть участником бескровной жертвы, божественной евхаристии, то есть насколько человек, живущий по-христиански, исповедующийся в своих грехах, желает быть участником этой евхаристии, готовится к этому и стремится, то и призывается он Господом это осуществить. Так вот, после чтения Евангелия бывают две ектеньи о живых и об усопших, во время которой и священник, и в алтаре поминаются не все поданные записочки, но частично воспоминаются все вместе, уже помянутые запрос комедии, и как раз хорошее время, чтобы и вам, участвуя в литургии, таким активным образом тоже помянуть о своих живых и усопших, близких людей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok